Книги, и поскольку повод у нас все-таки книга, и я хочу предославить слово подводнику, который просчитал эту книгу. Я уже не говорю о том, что он сам командовал подводной лодкой и прочее, и прочее, и прочее. Капитан первого ранга Секирин Александр Сергеевич. Пожалуйста, вам слово. Ну, к сожалению, сегодня нет автора. Это вот есть автор. Хотелось выразить, конечно, большую благодарность автору этой книги. Ну, а мне очень приятно выступить, наверное, от имени ветеранов, которые здесь есть, хотя, наверное, и они тоже еще скажут свое слово, что эта книга написана, как про него говорили, мамонтом подводного флота, как его называют сослуживцы и друзья. Действительно, те, кто прочтет эту книгу, особенно молодежь, они поймут, как много было вложено командирами, как он говорит, отцами командирами, в нашу службу, в службу подводников. И зачастую книги пишут высокие замполиты, высокие начальники, там, типа командующих лотов, лотили и так далее, и крайне редко командиры кораблей. Особенно дизельных подводных лодок. Штыров служил, Анатолий Тихонович, на дизельной подводной лодке, там, вот, от офицера летового до командира корабля, и далее, значит, в штабах, в разведке, в штабе, в оперативном управлении. Но, я хочу сказать, что об атомных лодках, об атомщиках написано очень много, а дизелистов, к сожалению, очень мало. Хотя, этот тип подводных лодок, до того, как начали поступать к атомной лодке в большом количестве на ход, он являлся основным и единственным, и решал задачи очень сложные. Ну, хотя бы взять те же, значит, попытка срыва блокады США, Кубы перед Кариевским кризисом. А некоторые подводные лодки прорвали эту блокаду и прибыли на Кубу. Это не геройские поступки. У нас после войны героев подводника-патомщиков не перечислили. А вот что-то героев-дизелистов я не припомню. За исключением, может быть, сверхмалых там подводных лодок, о которых это особый вид. Да, так будем говорить. Вот. В последнее время подводный флот дизельно развивался, в общем-то, со начала очень бурно, очень бурно. И мне пришлось тоже 10 лет служить на дизельной подводной лодке, на еще первых, на одних из первых после. Большие подводные лодки, 611 проекта, потом, значит, 651 проекта, уже более современные. И я скажу, что это очень нелегкий труд. И самому приходилось вот на 611 проекте следовать в сторону Куба в 62-м году. Но, правда, нас от Форио возвратили, так как уже корейский кризис благополучно был завершен. Так же, как и в этой книге пишется, так же попадали в сети, так же рубили, так же. В общем, книга, конечно, для подводников, это, так сказать, воспоминание своей жизни, ностальгия наступает, когда ее читаешь. Вспоминаешь все эти бессонные ночи, шторма, там, боевые службы в Средиземном море, когда сидишь в центральном посту и изнывает жары в трусах и с полотенцем на шее. Но еще хочу сказать о книге, что она написана очень ярким, самобытным языком, о чем здесь уже неоднократно говорили. С таким, с дальневосточным юмором. Ю, нет. С колоритом. С колоритом, да. С дальневосточным колоритом и с тонким морским юмором. Действительно, некоторые расскажут, просто до слез доводят от хохота. Но это не значит, что служба такая легкая и веселая. Просто написана она очень таким ярким языком. еще мне хотелось бы сказать, что даже закончив службу командиром корабля, перейдя значит, в разведуправление, Анатолий Тихонович тоже очень много сделал, очень много вопросов поднимал, в том числе вот и по К-129 погибшей. Мне опять этот значит, момент очень близок, потому что заканчивал службу я командую К-129 напранно ракетным потом крейсером на севере. как видите, первое самое странное, что как это так получилось, что еще одна лодка стала К-129. Возникает какой-то такой неясный вопрос. Есть дорог. Второй вопрос, значит, предложили эту РПК СН перевезти на Дальний Восток в 1984 году. Я пришел и говорю, ну как же так, там же памятник стоит К-129. Как же будут переводить? Ну в общем, отбили это дело. Сейчас подводный лодк Оренбург и так осталось на севере. Она перебородована из БДРов это одна из лодок сохранившихся до настоящего момента. Ну и наконец заканчиваю. Я хочу сказать, что здесь кстати очень мало молодежи. Я думал, что сегодня будет значительно больше, потому что мы привыкли как-то встречаться здесь, когда у вас много молодых школьников и в школах часто мы в школах бывали. И конечно это книга не только для подводников, а для всех будет интересно, особенно для молодежи. а в авторе хочется сказать, что он пишет от всего сердца и раскрывает душу автора его стихи вот последние там значит реквием. море с юностью мною владел вше море твоя пленник и раб до последнего дня. Если реквием ты завершишь на просторе ветераном седым не забудь про меня. Это от нее говорит сама и автор сам обращается и говорит, что я обращаюсь к морякам грядущих поколений служить Отечеству на совесть и гордиться службой на российском флоте не менее богатым историческими боевыми традициями чем военные прихваты ведущих мировых держав. Вот это ответ на вопрос Иванова. Значит о чем эта книга? Ну и в конце хочется пожелать здоровья прежде всего Анатолию Тихоновичу, чтобы вы передали. И мы будем ждать его дальнейших творческих работ. Работ. Да. Последствия.